Добрый день! В эфире интернет-телевидение СБ «Твое сегодня», а гость нашей студии – первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Белоруссия Виталина Малкина. Здравствуйте, Виталина. Скажите, завтра в Париже завершается известная такая международная конференция ООН по климату. Беларусь в ней не просто участвует, но и внесла какие-то предложения. В двух словах для зрителей скажите, что это за конференция и каковы были предложения со стороны Белоруссии? Действительно, фактически завтра завершается вторая неделя очень напряженной работы нашей белорусской делегации, которая принимала активное участие в этой парижской конференции. Мы надеемся, что те предварительные порядка 40 страниц переговорного текста, которые уже более-менее формализованы в проект некоторого соглашения, которое, возможно, завтра будет подписано, получат в том числе и отдельные посылы, которые были выдвинуты со стороны Республики Беларусь. Вообще надо понимать, что и это соглашение по климату, как и предыдущее, это не просто какая-то мировая идея об ограничении развития человечества. Она имеет очень много различных аспектов. И политические, и социальные, и климатические, и так далее, и так далее. И найти консенсус между и политиками, и приоритетами всех почти 200 делегаций, в общем-то, очень сложно. У каждого государства есть свои особенности развития. Есть не только экономические, но даже исходя из их территориальной какой-то принадлежности. Есть островные малые государства. Есть, наоборот, государства, которые, в принципе, достаточно независимы, несмотря ни на какие потепления и так далее. То есть здесь очень много особенностей, которые влияют на конечное принятие решений. Что касается Республики Беларусь, то изначально мы активно принимали участие на протяжении всего года в тех встречах и в тех переговорах, которые проводились в рамках подготовки к Парижскому соглашению. И непосредственно нами была выработана своя позиция национальная, которая заключалась в первую очередь в том, что все государства должны получить равные возможности и равные обязательства в рамках нового достигнутого соглашения. Что имеется в виду? Во-первых, предыдущее соглашение содержит классификацию государств не только на развитые и развивающиеся, но и те государства, которые имеют так называемую переходную экономику, которой в том числе и относилась Республика Беларусь. Проект нового соглашения не содержит таких посылов. Все государства делятся на правых и на левых, на развитых и развивающихся. И соответственно у них идут абсолютно разные обязательства. И кроме обязательств, которые государства должны взять на себя в части сокращения выбросов парниковых газов, предполагается, что они должны взять на себя определенные финансовые обязательства. То есть кто-то будет оплачивать, кто-то будет получать. И естественно Республика Беларусь в этой ситуации, подходя здраво в целом к этой проблеме, выдвинула концепцию о том, что, тем более нам это понятно сейчас в рамках экономического кризиса, который наблюдается во всем мире, что учитывая, что соглашение принимается на достаточно большой период времени, не очень сложно сказать, завтра мы окажемся в какой из этих подгрупп. Сегодня мы потенциально относимся к группе развитых государств. Но не дай бог, что-то может случиться и любое, по сути, государство может перекочевать в другую подгруппу. И, соответственно, возможно, на данном этапе мы готовы взять на себя какие-то обязательства финансирования проектов, а завтра случится с нашей экономикой что-то такое, что мы не сможем их выполнить. Как и наоборот. Возможно, через пять лет мировой экономический кризис из глубокого падения перерастет в глубокий рост. И те государства, которые еще недавно считались развивающимися, станут развитыми государствами, как фактически произошло в период прошлого соглашения, например, с Китаем. И, конечно же, сегодня вот этот посыл, связанный с дифференциацией стран, он очень актуален. Это первое то, о чем мы заявили, то есть глава белорусской делегации, министр природных ресурсов заявила с трибуны Парижской конференции. Второй момент, который также был озвучен белорусской делегацией, это период, что называется, сверки часов. Как часто в рамках нового соглашения, которое предполагается будет действовать, может, 10-20 лет, да, еще обсуждается это, как часто мы будем сверять эти позиции, как часто мы будем перепроверять выполнение тех обязательств, которые стороны на себя взяли и так далее. Республика Беларусь предложила пятилетний период. Мы также надеемся, что этот посыл будет поддержан. Ну и есть еще ряд технических моментов, которые также были предложены белорусской делегацией, и в настоящее время они все находятся в стадии проработки. Дорогие друзья, у нас работает интерактивный чат, вы можете задавать вопросы гостю студии, обсуждать нашу тему. Вопросы поступают, но пока мы будем о своем. И, Витальевна, в пресс-релизе данного форума сообщается, основной целью конференции является создание механизмов, условий, ресурсов, которые помогут, как вы и сказали, странам адаптироваться к окружающим последствиям изменения климата. Звучит это красиво, но насколько это реализуемо? Например, Киотский протокол, насколько я знаю, не всеми был подписан, не всеми исполняется. Это первый такой негативный, не единственный, наверное, пример. Вот удастся ли после таких красивых решений и заявлений действительно объединиться всем странам в исполнении их? Ну, у нас не должно быть каких-то ложных надежд и ложных ожиданий в отношении этого соглашения. Конечно же, если максимализировать наши вызовы, то было бы хорошо для всего мира, если бы какое-то соглашение хотя бы в минимальном уровне было достигнуто. Но вместе с тем, учитывая достаточно разные тенденции, и мы видим, что переговорный процесс продвигается очень сложно. Вот буквально наша делегация, она фактически в режиме онлайн информирует нас о том, как проходит переговорный процесс. И мы знаем о том, что даже сегодня ночью, когда мы, в общем-то, отдыхали все, фактически в половину 12 ночи была созвана конференция министров непосредственно, и до 4 утра уже на министерском уровне обсуждались те вопросы, которые не были разрешены экспертами. То есть, скажем так, в Париже сейчас горячо во всех отношениях, и текст, предварительно наработанный экспертами, меняется фактически чуть ли не каждые 3-4 часа. И поэтому сегодня самое максимальное, что мы ожидаем от результата в Парижской конференции, что соглашение в принципе заложит какие-то хотя бы рамочные обязательства сторон. И если оно вообще будет подписано, это уже шаг вперед. Какие условия там будут заложены, уже, по-моему, можно говорить сегодня, это уже даже не так важно. Это важно, но самое главное, чтобы в принципе государства услышали друг друга хотя бы в самом главном, что новое соглашение, оно должно увидеть свет. Вот это важно. Действительно это важно, и я хочу привести цитату обозревателя телеканала Евроньюз, который недавно сообщил, что проблема конференции в том, как принять документ, который обяжет всех взаимодействовать на фоне террористических актов ИГИЛа, на фоне того, что конференция проходит в Париже и тысячи полицейских охраняют. Народы стали бояться, а в связи с этим закрываться в своих квартирах, образно говоря. Они стали думать о своей личной безопасности, о какой-то физической безопасности. И в меньшей степени, знаете, как всегда, это отодвигает такие глобальные вопросы потепления климата или там спасение лесов Африки. Вот удастся ли, на ваш взгляд, позитивно ли вы смотрите на это, удастся ли все-таки объединить вот этими документами большую часть стран и народов? Ну, я бы так отметила, что несмотря на весь скепсис, который действительно присутствует не только у иностранных журналистов, но вот буквально вчера я даже среди представителей нашего парламента этот скепсис имела честь наблюдать. То есть не до природы все говорят, да? Не только не до природы. К сожалению, у нас очень в обществе, наверное, недостаточной информации в целом о том, что такое соглашение по климату. Очень часто мы из-за отсутствия вот такого объемного, наверное, материала, кто-то воспринимает вот эти переговоры исключительно, да, там, вот у меня выпал снег или не выпал, там, розы у меня расцвели, не расцвели там очередной раз, да? То есть вот, скажем так, очень утрированно подают эту информацию, и поэтому возникают вот такие споры. Вместе с тем, само соглашение по климату – это не только изменение климата, связанное с метеорологическими явлениями. И не только, и не столько. И об этом, в принципе, не нужно говорить. Это, ну, свойственно обывателям, да, вот рассуждать об изменении климата, теплее или холоднее. Естественно, что специалисты и эксперты в этом направлении говорят вообще о других категориях. В первую очередь, это стимулы и посылы к развитию экономик этих государств. И что для меня, вот, мне кажется, очень важно. Самое главное, что фактически все участники конференции, это можно говорить все страны мира, взяли определенные национальные обязательства. О чем это говорит? О том, что каждое из правительств отдает себе отчет о том, что любое развитие, быстрое, медленное, интенсивное, экстенсивное, оно все равно каким-то образом влияет. И тот факт, что каждое из правительств ответственно подошло к формированию планов и позиций своих делегаций, уже говорит о том, что фактически как минимум одно согласие есть. Все понимают, что это проблема. Что это важно, да. Вы затронули действительно, что потепление, похолодание – это одно, а известно, что выбросы в атмосферный воздух имеют как природное, так и антропогенное какое-то явление. Вообще, что это такое и как они влияют на нашу жизнь? Может, вы как обывателям, зрителям расскажете, о чем идет речь? Ну, я думаю, что природное здесь, наверное, не стоит обсуждать, здесь абсолютно понятно, да, то есть и какие-то явления, связанные с землетрясениями, могут оказать влияние, да, и выбросы, связанные с деятельностью каких-то других источников. Но что касается антропогенного воздействия, что непосредственно касается нас с вами, здесь самые две, скажем так, ключевые проблемы – это энергетика и транспорт. Это те два направления, которым сегодня и мы обеспокоены, и фактически, когда происходил расчет наших национальных обязательств, мы смотрели именно по механизмам развития вот этих двух основных направлений. И здесь мне хотелось бы отметить, что в части развития нашей белорусской энергетической системы мы, в принципе, имеем неплохие результаты. Буквально вот в этом году у нас прошел обзор результативности экологической деятельности, по результатам которой в том числе мы выставляли для обзора и для экспертизы в рамках международных экспертов вопросы, связанные с энергетикой и транспортом. Те ключевые, потому что мы понимали, что мы готовимся к Парижской конференции, и для нас важно оценить, что мы имеем сегодня, для того, чтобы понимать, что мы будем уметь завтра. И вот здесь я хочу сказать, что, в принципе, те государственные решения, которые сегодня принимаются в Республике Беларусь, они будут способствовать в конечном итоге сокращению выбросов парникового газа. И в том числе даже введение новой белорусской атомной станции будет способствовать таким процессам. Что касается транспорта, то мы сегодня фактически на рядовом таком обывательском, как вы сказали, уровне все видим. То есть еще буквально 10 лет назад можно было хотя бы всем утратом проехать по пустынному проспекту. А для таких больших городов, в первую очередь, конечно, для Минска, для областных наших городов, очень актуальна проблема парковок. То есть мы это видим. Очень много моментов связано с использованием территории городов непосредственно. То есть мы все хотим жить, чтобы у нас рядом были зеленые деревья. При этом каждый из нас считает необходимым подъехать к подъезду и поставить максимум в 10 метрах свой автомобиль, чтобы было удобно завтра утром опять поехать на работу. Поэтому вот компромисс, поиск оптимального пути развития, в том числе внедрение экологически чистых технологий в производство. Сегодня очень много говорится о необходимости развивать нашу автомобильную отрасль, машиностроение. И ведь развитие – это не самоцель. Развитие – это же не просто количество произведенного. То есть здесь еще и качество. А качество сегодня фактически мировые лидеры под качеством понимают именно экологическую безопасность. Выбросы в атмосферу. Это, кстати говоря, даже на всех буклетах дорогих машин пишут, какой выброс в атмосферу. Конечно. За счет чего, кстати говоря, Беларусь собирается, вот есть такое обязательство до 2030 года сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28% к 90-му году? Вот за счет этих вещей, о которых вы рассказали. В том числе, да, за счет энергетики и за счет транспорта. Внедрение именно и возобновляемых источников энергии. Сегодня это направление у нас достаточно уже понятно и всем знакомо. Да, это и ветряные энергостанции, и солнечные батареи. Окупаемость этих источников энергии – это уже как бы второй вопрос, потому что нам тоже нужно работать над тем, чтобы максимально было доступно это и для населения, и для предприятия. И мотивировать людей к этому нужно. Давайте на вопросы еще. Вопросы уже поступили. Так, уже вторая зима подряд без снега. Понятно, у нас зрители считают, что вопросами снега вы тоже заведуете. Но они недалеки от истинной. Остается надеяться, что хоть на Новый год будет снег. Скажите, это нормально? Может, это звоночки чего-то страшного? Имеется в виду потепление? Ну, вот очень такой актуальный вопрос. И еще раз оговорю, что вчера мне его задавали даже в Совете Республики. Тоже проще, да? Наши члены Совета Республики, да. Вот мне бы хотелось подчеркнуть, что вопросы изменения климата в глобальном его понимании, да, это все-таки в том числе и максимальное влияние развития нашей экономики, промышленности в целом на те процессы, которые происходят, скажем так, вообще в атмосфере. А что касается непосредственно наличия снега или его отсутствия, то это уже, в общем-то, для профессионалов абсолютно доказанное явление, что у нас есть цикличность между более теплыми и менее теплыми периодами. Когда этот цикл примерно составляет от 30 до 40 лет, то есть когда чуть более теплые зимы, чуть более холодные. Вот сейчас мы стоим фактически на пороге окончания цикла более теплого. И, ну, я не могу, несмотря на то, что гидромедцентр находится в том числе в подчинении Минприроды, не могу гарантировать, что именно через 5 лет мы будем встречать очень снежные зимы. Но мы близки к тому, что заснеженные, хорошие зимы в привычном, по крайней мере, для нашего поколения понимании, что такое зима, они вернутся. А гидромедцентр у нас здесь был, как-то рассказывали, что, может быть, даже арбузы и дыни будут в Беларуси расти. Возможно, но это никак не будет связано в ближайшие несколько сот лет именно с потеплением. Да, здравствуйте. Может быть, стоит запретить лампочки накаливания и заменить их энергосберегающими светодиодными? Развитые страны уже давно идут по такому пути. Ну, вообще, в мировом сообществе Республика Беларусь тоже относится к числу развитых стран. И в этом смысле мы тоже хорошо понимаем проблемы, связанные и с энергосберегающими технологиями, в том числе лампочками. И лампочки накаливания подлежат в скором будущем выведению из эксплуатации. Уже их все меньше и меньше в магазинах. Конечно. И мы работаем сейчас и с ртуть-содержащими лампами, которые больше характерны для промышленности. И в ближайшее время мы намерены ратифицировать Миномадскую конвенцию по ртути, которая будет обязывать нас вообще вывести из обращения ртуть-содержащие приборы, в том числе и лампы. Поэтому сегодня и Министерство природных ресурсов, и Комитет по стандартизации, в составе которого находится Департамент по энергоэффективности, прорабатывают вопросы, в том числе внедрение различных привлечений мировых доноров для верификации того количества, скажем так, ламп, которые подлежат выведению из эксплуатации и в последующем принятии непосредственных каких-то мер, которые будут на это направлены. Нужно еще, я думаю, как-то заинтересовать людей не только стоимостью электроэнергии, но, наверное, стоимостью самой лампочки, которая сейчас пока еще дорогая. Имеется в виду лампочки не накаливания, а вот эти энергосберегающие, там по 50-60 тысяч стоят еще в магазинах. Думает ли наше правительство стимулировать покупку автомобилистами электромобилей или гибридов? Виктор Михайлович из Гомеля спрашивает. Хороший вопрос, потому что в некоторых странах мира стимулирует, я знаю. Да, наверное, правительство должно не только об этом думать, но также создавать условия для того, чтобы это было актуально. Эту проблему мы рассматриваем. Возможно, она не на слуху для обсуждения общественности, но по нашему глубокому убеждению, для того, чтобы в целом, скажем так, стимулировать людей для приобретения того или иного товара, вначале нужно создать условия. То есть без предоставления соответствующих заправок, чтобы вы могли... Ну да, инфраструктуры, сервисы. Просто говорить о том, что закупленный электромобиль, вы там будете иметь какие-то бонусы, неважно, как они будут виртуальные или материальные, вместе с тем, не создавая соответствующих условий для пользования такими товарами, мы, в общем-то, будем говорить просто о каких-то пустых предложениях. С одной стороны. С другой стороны, мы активно прорабатываем сегодня проекты, так называемые города-симбио-сити, где мы предусматриваем в том числе в рамках данных проектов перевод и общественного транспорта на экологические чистые технологии. И мы активно в этом направлении работаем и с Министерством промышленности нашим, как раз-то вот к вашему предыдущему вопросу, что мы делаем. И в дальнейшем, возможно, один из областных городов, если нам удастся привлечь дополнительные инвестиции в это направление, сможет показать пилотный проект, где мы в том числе предполагаем создание перехватывающих стоянок, выделение особой зоны, на территории которой будет разрешено движение только так называемых электромобилей. Но это, я не говорю, что это дело будущего, я думаю, что это, скорее всего, очень ближайшее будущее. Но вместе с тем мы сейчас находимся в стадии подготовки к реализации этих проектов. Вот как раз тема финансирования. На конференции шла речь о равноправном, справедливом предоставлении финансов странам на осуществление мер, направленных на смягчение воздействия на климат, адаптация, его изменение. Насколько реализуемое, на ваш взгляд, это такое хорошее предложение в условиях жесткой глобальной экономики, каких-то, как говорят, монопольных сговоров, еще каких-то вещей, которые влияют на бизнес и не сильно готовы расставаться с деньгами? Ну, если готовы выслушать несколько такой профессиональный ответ, значит, на сегодняшний день, в принципе, бюджет, который предусматривали страны в изначальном проекте ежегодном финансировании этих мероприятий, составлял порядка 100 миллиардов долларов. Общий бюджет. То есть то, что государства должны сложиться. Да, это значительная сумма. Но дальше начинают вступать в силу вот те самые несостыковки, противоречия непосредственно и в тексте соглашений и так далее. И даже в разных посылах, в разных экономиках, структуре экономик. То есть изначально предполагалось, что эти 100 миллиардов это то, что каждое государство будет закладывать в бюджете и в дальнейшем предоставлять в мировой вот этот вот фонд для того, чтобы стимулировать развивающиеся страны. Но проблема заключается в том, что, например, развитые страны, они не создают свои бюджеты на пятилетний, десятилетний период. И в большинстве развитых стран, я думаю, понятно, о чем я говорю, все-таки большой процент это частные инвестиции. То есть в основном бизнес частный. Соответственно, государство не вкладывает бюджетные средства в развитие собственных экономических систем. То есть в том смысле, как это происходит, например, в Беларуси. Абсолютно рыночная экономика. Да. И сегодня говорить о том, допустим, посчитать даже страны постсоветского пространства и, например, Соединенные Штаты Америки или какое-то другое европейское государство и сказать о том, что мы вложили в экономику. Но мы вкладываем в том числе и бюджетные средства, в связи с тем, что государственный сектор у нас достаточно большой, да, сегодня доля государственного сектора. Соответственно, если мы даже деньги, собственные деньги этих предприятий вкладываем в развитие технологий, это все равно государственные деньги. На Западе это несколько по-другому. Поэтому соотношение, сколько должно государство взять на себя обязательства в бюджете заложить какую цифру, сколько в дальнейшем должно быть направлено на те или иные конкретные статьи расходов, это все вопрос, который требует очень глубокого обсуждения. И, к сожалению, он на сегодняшний день пока в рамках договаривающихся сторон не принят всеми одинаково. То есть пока еще о данном термине не договорились, пока еще спорят. И, значит, и по распределению денежных ресурсов не все ясно. Конечно, тем более, что вообще вот этот режим финансовой помощи, он состоит из двух компонентов. Это непосредственно деньги, и второе – это технологии, что также не менее важно. И многие государства предполагают, что на каком-то этапе они будут иметь деньги, но у них не будет технологий. Или наоборот, это тоже нужно допускать. Соответственно, нужно каким-то образом сегодня договариваться. Опять-таки, пока нет консенсуса. Вот в продолжении этой темы тоже есть такое высказывание. Современному человеку больше нужно думать о темпах развития экономики, нежели о сохранении, жесткое такое высказывание, тем не менее о сохранении окружающей среды. Иначе многие страны вообще рискнут остаться без промышленности. Вот на ваш взгляд, вот этот экономический кризис, недопроизводство, да, действительно не повлияет, вот эти новые требования к экологии, на то, что некоторые, ну, еще слабо развитые страны останутся без промышленности. А те, кто уже это имеет, они при своих интересах будут. Ну, я бы все-таки так не говорила. По крайней мере, мое субъективное мнение несколько противоположно. На чем оно основано? Первое. Во-первых, любое государство, когда оно вступает в период переговорного процесса, оно все равно имеет свой национальный интерес. Если государство хочет быть независимым, оно должно иметь так называемую подушку безопасности. В том числе, один из элементов этой подушки – это собственная промышленность, да, то есть, ну, об этом много говорит даже глава государства, да, мы все время говорим о том, что нам необходимо иметь свои перерабатывающие предприятия, да, свои тяжелые машиностроения или еще что-то. Мы должны иметь какой-то механизм, который бы позволял нам в кризисное время держаться хотя бы на плаву. То есть, а исполнение этих норм, оно вовсе не требует от нас отказаться. Естественно, это с одной стороны. А с другой стороны, вот это влияние, там, или развитие экономики, да, и отказ, там, то есть, о чем стоит думать об охране окружающей среды либо развитие экономики, на мой взгляд, это уже посыл прошлого века. Потому что любое кризисное время, оно дает толчок к развитию. Кризисы, наверное, людям и даются для того, чтобы перешагнуть через какие-то стереотипы в развитии, да, и выйти на новый уровень. Вот новый уровень развития человечества, да, это сохранение той самой экологической безопасности, то есть, проживание в экологически безопасном обществе. Я думаю, что этот кризис просто простимулирует. Да, наоборот, простимулирует, да. Давайте еще вопросы. Когда во дворах появятся домики для уличных котов, я бы сам его сделал, добавлю, что дворник утром убьет его на дрова этот домик. Так, может появиться, проявить инициативу и сделать один образец для всех коммунальных служб. Спасая чужую жизнь, человек спасает свою. В общем, мы так резко с глобальной экономики на домики про котов, для котов. Я не знаю, вам ли этот вопрос вообще адресован? Ну, раз его задали, да, то, наверное, надо отвечать. Вообще, в последнее время у нас очень много интересуется, в том числе, теми же самыми контактными зоопарками. Поэтому я просто вот думаю, даже в каком контексте ответить. Конечно, наверное, надо было бы задуматься в первую очередь о том, почему эти уличные котики появляются. Да, да, зачем их выгоняют из дома. Зачем их выгоняют. И что касается, если говорить с точки зрения государственного регулирования, наверное, мы слишком много хотим от наших коммунальных служб. И мы так много хотим, что они просто не в силах, не в эмоциональных, не в финансовых выполнить все наши ожидания. Многие говорят, что избаловала советская власть, когда давали многое бесплатно, и все хотели всего. Но вот тот гость, который задал этот вопрос, мне кажется, все-таки, наверное, если уже и решать эту тему, то решать ее нужно именно себя. И все-таки начать вот с того самого домика, который возможно... Куда вы пригласили домашнее животное, да, и где его надо... Как сказал французский... Мы должны понимать, да. Мы в ответственности за всех, кого приручили. Приручили, да. И просто создавать вот такие домики, за ними кто-то должен ухаживать, как-то регулировать численность вот этих бездомных котиков. Тут про спасение планеты люди говорят, а вы со своими котиками мир спасать мешаете. Это кто-то написал. Будет ли белорус разрабатывать свой электромобиль? Может, в виде картошки? А что свой стиль? Ну, про картошку понятно. А действительно, про электромобиль. Мы сейчас строим завод по производству джили, да, совместно с китайским электромобиль. Но вы сказали, что нужна инфраструктура. Безусловно. Для Беларуси, для того, чтобы внедрять не производство, в первую очередь потребление электромобилей среди наших граждан, то, конечно, нужно создать инфраструктуру. Что касается внедрения новых технологий в наше производство, ну, я ни от чего бы сейчас не зарекалась, потому что, в общем-то, в Беларуси очень много за последние 10-15 лет технологий, которые лучшие, которые были внедрены. Ну, мы не имея углеводородов, мы обязаны это делать, да? Мы обязаны к этому идти рано или поздно. Я думаю, что да. И, по крайней мере, та стратегическая оценка нашей энергетической безопасности, которая вот проводится на ближайшие 10 лет, она, скорее всего, будет способствовать этому. Ну, вот, действительно, заключительный вопрос. Беларусь поддержала международный договор, толчок к развитию низкоуглеродных, безуглеродных технологий, увеличения использования возобновляемых источников энергии, ну, и так далее. Да, мы не будем все зачитывать, вот, как реально и когда реально, вот, мы это прямо, вот, знаете, на обывательском уровне увидим, почувствуем. Вот вы рассказали о том, что в ближайшем будущем, да, будут вот эти стоянки-перехваты, что будут электрообщественные транспортные электро-какие-то вещи переводиться. Что еще вот в ближайшее время человек, не знаю, который выехал за Минск или, там, пошел гулять по городу, ощутит? Ну, мне трудно, наверное, сказать сразу, что мы так вот ощутим, потому что очень многие явления в нашей жизни настолько незаметно для нас внедряются, да, вот те же мобильные телефоны, которые, там, 10 лет назад еще стационарные, не все вы имели, а сейчас мы уже не замечаем, что этих телефонов у нас по 3-4, и дети, фактически, с рождениями пользуются. Если разграничить ваш вопрос на два подвопроса, то в части развития нашего транспорта и инфраструктуры под те новые технологии, которые сегодня необходимы развитию автотранспорта, я думаю, что мы это сможем в ближайшие 5 лет уже ощутить на себе, и непосредственно на городском транспорте, и на тех технологиях, которые в личный автотранспорт будут внедряться. Что касается каких-то более глобальных, скажем так, посылов с точки зрения развития экономики Республики Беларусь, то я думаю, что здесь все-таки нужно принимать во внимание в первую очередь строительство Беларусской атомной станции. В значительной степени это повлияет на дальнейший баланс в энергетике Республики, и сегодня нам нужно работать в первую очередь над вопросом экономических стимулов в развитии вот этих возобновляемых источников энергии. Мир всегда имеет спрос на то, что дешевле, на то, что выгоднее, независимо это для человека, для государства или для мира в целом. Поэтому то, что будет экономически обоснованно и соответствовать требованиям экологической безопасности, то будет востребовано и внедряться. Последний, давайте, здесь вопрос. Так, в последнее время тема, связанная с биотопливом в Беларуси, были разработки аппортативных установок по переработке рапса в дизель, а сейчас тишина. Готовы ли вы вот что-то ответить по этому поводу? Ну, насколько мне известно, эти установки не показали ту экономическую эффективность, которую от них ожидали. Поэтому я думаю, что фактически содержалось и в предыдущем вопросе. Конечно, все, что связано с сокращением выбросов парниковых газов, это все востребовано. Но кроме востребованности экологической, сегодня очень важно, чтобы этот экологический эффект был экономически обоснован. Как строящийся БелАЭС повлияет на климат в будущем? На климат в глобальном смысле не знаю, но что касается оценок международных экспертов, то по их заключению, после 2018 года, после введения первого блока атомной станции в эксплуатацию, экологическая составляющая республики в определенной степени улучшится. И, Виталий, я бы уже хотел прекратить, но давайте еще. Почему нефть дешевеет, а бензин нет? Вопрос, наверное, не к вам, почему бензин... Экологический, да? Да, почему, я не знаю, может, экологический бензин не дешевеет, а какой-то дешевеет. Возможно, возможно. Здесь, наверное, действительно представителям другого министерства нужно адресовывать вопрос. Но вместе с тем, я хочу сказать, что по оценке экологов и национальных, и международных, как раз-то и инфраструктура белорусского транспорта, и сам транспорт Беларуси, при том росте, который мы наблюдаем последние десятилетия, количество автотранспорта, вместе с тем, его воздействие в целом на выбросы парниковых газов, на общую ситуацию экологическую в Беларуси, снизился. Так, дорогие друзья, у нас прекрасные отношения с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. У нас еще будут гости. Все вопросы мы задать сейчас не сможем. Спасибо, что пришли к нам. Мы будем надеяться, я так понимаю, что завтра будет подписан, да, вот этот договор. У нас в эфире была первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ее Витальна Малкина. И до встречи в следующем эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин